Потому что Господь, Он Бог живой, и для Него нет ничего невозможного. Слава Иисусу Христу! Мы Церковь Божия, и мы прославляем Его Святое Имя во всякий день жизни. И как бы там ни было, Он сказал в Своем Слове, все труждающие и обремененные, придите ко мне, и я что? И я успокою вас, я успокою, я наполню вас, чтобы здесь не было никаких тревог и беспокойства, а был мой Божий мир, который превыше всякого ума. Аллилуйя! Как же Господь нас любит! Пусть Бог благословит Церковь Свою! Аминь! Аминь! Слава Господу! Вот такие вот переживания были, и пусть Бог благословит нас. И тема моей проповеди – Твой путь. Твой путь. И, знаете, пророк Исайя в 53 главе, в 6 тексте написал, «Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Мы каждый блуждали, и каждый из нас совратился на свою дорогу, на свою, не на чужую, а именно на свою. Что значит «совратился»? Значит, уклонился от правильного, истинного пути. Для него на какое-то время что-то стало важнее этого праведного пути. И человек уклоняется и идет по своей дороге. Так, как ему удобно, так, как ему, возможно, выгодно или легко, но идет. Знает он, какие ждут его результаты, или не знает это все в будущем. Помните притчу о блудном сыне? Скажу по чести, друзья, я несколько раз в году ее перечитываю. Она мне очень нравится по своей сути, по накалу страстей, по мужеству, которое было у этого младшего сына. Он же все-таки встал и вернулся. Может, был какой-то страх в его сердце, какие-то сомнения, все это вперемешку, но он встал и пошел в отчий дом. Когда его отец отпускал с частью имения, причем он не препятствовал этому, то этот человек, этот молодой человек, он пошел. Он пошел, он взял эту часть имения, все. И когда я перечитывал эту притчу, этот библейский рассказ, я по очереди ставил себя на места этих персонажей. Я пытался заглянуть в сердце старшего сына и увидеть, что же там было. Почему же ты, молодой человек, когда тебя твой родной отец звал в дом, ты не пошел, ты противился этому приглашению? Я ставил себя на место отца и смотрел в его сердце и видел там, Господи, какая же у тебя любовь ко всем нам? Какая же у тебя любовь? Как ты относился и относишься к людям сегодня? Что бы с ними ни случилось, но ты не прогнал этого сына. Бедокура, да? Ты принял его. Я оставил себя на место этого младшего сына, когда он ушел из отчего дома. Я смотрел, с какой радостью, возможно, он бежал в этот другой город, в эту другую страну, с деньгами и говорил, и, может быть, кричал по этой дороге, никого не стесняясь. Вот она, свобода! Вот сейчас я заживу настоящей жизнью. Я могу только догадываться, что там было в его душе. Ну вот он пришел в этот другой город. Что он начал делать? Какие у него цели здравые были? Здравых целей, ну, абсолютно никаких. Почему? Ну, потому что он жил распутно. У него были деньги, и причем деньги, наверное, легкие, как называется. Он не ценил этого. И он начинает жить так, как ему заблагорассудится. Результат этой истории мы знаем. Он остался ни с чем. И в той стране, где он был, там был голод. Его назначили пасти стадо свиней. Он был голодный. Он был холодный. Внутри он был пустой. Он был пустой. И знаете, когда я сравниваю свою жизнь вот с этим младшим сыном, с этим блудным сыном, я пришел в эту церковь, я был пустой в сердце. У меня, как говорят, не было ни страны, ни флага. Я пришел в эту церковь. Слава Богу. Я вернулся, скажем так, в отчий дом. Я не знал даже того, что это церковь. И для меня вот эта история, знаете, где там кульминационный момент я увидел? Ну, лично для меня, это не то, когда младший сын встретился с отцом, когда отец его ждал. Кульминационный момент для меня, это то, когда он сидел там, голодный и холодный. И написано, он пришел в себя, встал и пошел. Возможно, по той же самой дороге, по которой он шел в этот город, но теперь направление было абсолютно другим. Он возвращался в отчий дом, где благость, где милость, где есть забота, где есть любовь. Что дал ему тот мир, где он жил какое-то время? Ничего. Банкротство. Но он сам ведь этого хотел, правда? Он сам обратился к своему отцу и говорит, дай мне часть имения. И тот отдает ему. Я думаю, у отца здесь, внутри была боль. И он подозревал, чем дело-то закончится, ведь он знал своего сына. Господь знает и нас, какими путями мы сегодня ходим, к чему мы стремимся, какие в сердце у нас есть мотивы, и здравые ли они, и чистые, знает Бог. Ну, конечно, знаем и мы. Мы способны анализировать, взвешивать. Правда? Мы способны думать. Но вот младший сын, он тоже думал, но только о другом. Праздники. Каждый день праздники. Конечно, были друзья, которые разделяли вместе с ним эти праздники, но потом никого рядом не осталось, потому что все ресурсы, которые отвечали за эти праздники, они закончились. И вот он возвращается. И для меня кульминационный момент, это то, когда он сидел один. И были внутри вопросы. И были какие-то идеи. И были какие-то взгляды. Но я так представляю его. А знаете, почему я так представляю? Потому что у меня такое было, мне это знакомо. Мне это знакомо. И вот он возвращается. И, возможно, на этом пути он встречал таких же молодых людей, которые идут в этот город испытать судьбу. Но он-то, возможно, знал, что дело чем закончится. Да? Или, может быть, он видел других людей, богатых, которые шли, купцы, чтобы в этом городе что-то продать или что-то купить. Это были важные люди. И он прятал глаза, потому что ему было стыдно. Он был потерянным человеком. И вот он вернулся. Он вернулся в вочий дом. И что? И мы знаем, Господь, Он обнял его. Он сказал, принесите ему одежду праздничную, перстень оденьте. Сегодня у нас будет праздник, потому что мой сын, он вернулся. Слава Богу. Он вернулся. И у нас сегодня будет праздник. И мы заколем этого откормленного теленка. Я несколько недель назад был в одном реабилитационном центре. И после нашего общения ко мне подходит, ну, уже в годах такой, мужчина и говорит, а это о вас написано? И о тех лимонных пряниках, которыми вас вы накормили в церкви. Я говорю, да, эти знаменитые лимонные пряники. Когда я пришел сюда вот этим блудным сыном, понимаете, как это? Меня сейчас вот всего, вот просто, неоткормленный теленок, лимонные пряники, это для меня был пир на весь мир, потому что несколько дней я был просто голодным, а что было в обед, так это не в сказке сказать, не пером описать, это был вермишелевый, молочный, теплый суп, друзья. Это сейчас я так говорю. Возлюбленный, я никогда этого не забуду, этого отношения. Я никогда не забуду этих лимонных пряников. И я сейчас не оговорюсь, я скажу одну вещь. Они спасли меня, эти лимонные пряники. Они спасли меня. И многих, возможно. И кто-то такое же переживал чувства. Ну, понятное дело, что нас спас Иисус Христос. Он принял нас в свою обитель. И Он дал нам новые сердца. И я думаю, тот камень, который был в сердце у этого младшего сына, камень эгоизма, Господь, Отец сокрушил его. Но для этого человека нужно было пройти какой-то определенный путь, чтобы он понял и осознал, что в отчим доме есть любовь. Этот мир, строптивый мир, в котором он оказался, он изматывает. И в этом мире свои правила, свои стандарты, своя планка. Этот мир, знаете, он как потребитель. Он выжимает из тебя. Вы понимаете, я, наверное, образами говорю, да. Но мы понимаем, о чем я говорю. Он выжимает из тебя все твои силы. Ты устаешь, ты надрываешься. Ты пытаешься, как будто бы, соблюдать какие-то правила, но мы-то знаем, что это не для нас. Наши правила, наши принципы, они заключены в Слове Божьем. И по нему мы стараемся жить. И вникать во все то, что там написано. Я понимаю, где-то что-то может не получаться. Но Господь поправляет нас. Господь вразумляет нас своим Словом. Аминь. Слава Иисусу Христу! Бог благ и милостив! Бог благ и милостив! Хорошо, давайте мы с вами откроем пророка Иеремию. Пророк Иеремия, 8 глава. Любопытный текст там записан. И прежде чем мы будем читать пророка Иеремию, расскажу вам еще одно свидетельство из своей жизни. Это было давным-давно. Это было в 9 классе, когда я учился. И к тому времени я уже два года занимался легкой атлетикой. И обычный урок физкультуры. Обычный урок физкультуры. Нужно было пробежать какую-то дистанцию. И вот мы все побежали, и девчонки, и мальчишки, и все. Но для нас это не составляло труда пробежать какое-то расстояние. Потому что мы были, ну скажем так, спортсмены, да? Мы были спортсмены. И на каком-то круге впереди меня шли две девчонки из моего класса. И я остановился. Я остановился. Я уже к тому времени начал как-то вести себя, ну не совсем нормальным образом, да? Допускал что-то в свою жизнь. Я остановился, и быстрым шагом пошел, и обогнал их. И краем уха я услышал, вы знаете, эти слова, они просто вот так в душу мне врезались. Я до сих пор их помню, но уже легко к этому отношусь. И одна из девчонок говорит, Сергей остановился. Это знаете, как внутри какое-то эхо такое, какого-то набата такого было. Сергей остановился. Они-то знали, что мы выступаем на соревнованиях, что мы спортсмены, что мы выигрываем. А здесь Сергей остановился. Через какое-то время, я даже представить себе, конечно, такого не мог, что со мной случится, то, что случилось. И я не просто остановился на этой дистанции, на этом пути. Я внутри остановился. Я внутри по жизни остановился. Мне ничего не надо было. Мне нужно было сиюминутные результаты. Был только я, а другое не интересовало. И никто не интересовал. Только то, что нужно мне, а все остальное для меня не имеет никакой роли, никакой выгоды и так дальше. Я остановился и поменял направление в сторону беспринципной, грешной жизни. Но если бы не было этого направления и этого пути тогда, я бы здесь не стоял. В итоге этот путь, он меня вернул на путь правильный. И я пришел в церковь. Я пришел к Богу. Я попросил у Него прощения. Я пережил это рождение свыше. Я переживаю до сих пор Бога и слава Господу за то, что Он дает эти переживания в мое сердце. И за то, что тогда Он не оставил, а вернул меня и дал мне силы прийти в Дом Божий, чтобы узнать, кто есть такой Иисус Христос, Спаситель. Аллилуйя! Аллилуйя, друзья! Пророк Риме, 8 глава и 4 текст. И здесь Пророк пишет «И скажи им, так говорит Господь, разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?» Но естественная реакция человека, когда он падает, что нужно сделать? Но не лежать же! Он встает! И если вдруг он совратился с дороги, уклонился от этого пути, что он делает? Это нормально, это здоровая реакция, это заложено в программе у нас, Творцом. Он возвращается на этот путь, и он идет дальше, и, может быть, эти шаги его на этой дороге мало заметны, но он идет вперед, и нам нужно идти вперед, и нам нужно идти вперед, нам нужно стремиться к Господу, совратился, вернулся, слава Богу. Друзья, есть один путь, есть одна дорога, и вы о ней знаете. Вея Долороса, слышали такое? Если перевести, это путь скорби. Это скорбный путь Иисуса Христа. Налобное место, называемое Голгофа, где его распинали за грехи всего мира. Это узкая, извилистая улица в старом городе Иерусалима. И якобы она составляет 600 метров. И вот по этой узкой улочке шел Господь. И мы видим из Писания, и мы знаем, что Он несколько раз падал. Были какие-то остановки, Он кому-то обращался, к Нему кто-то что-то говорил. Он падал и вставал. Вы можете себе представить такую картину? Измученный, израненный человек несет крест, идет на верную смерть по узкой улице. Его теснит люди. Все кричат. И не совсем приятные слова. Он все это слышит, он все это переживает. А может быть и не слышит. Я не знаю. Но как тяжело ему было. Он падал. И он вставал. Потом его крест нес другой человек. Пустяк. Я сравниваю себя. Бывает такое, знаете, идешь ты, все у тебя складывается хорошо, все ровно, все благополучно. И какой-то пустяк в твоей жизни. Пустяк. И он так влияет, бывает тяжело, как будто груда камней на тебя свалилась. Какой-то пустяк, какая-то мелочь. Она подталкивает тебя, чтобы ты совратился с этого узкого пути и не дошел до намеченной цели. Наш путь не закончен еще здесь. Нам нужно идти. Все сталкиваются с трудностями. Кто переживает из-за пустяков? Да все мы переживаем, друзья. Но на этом наш путь не остановился. Нам нужно продолжать движение. И Бог нам в помощь. Он за тебя когда-то прошел этим же путем. Он знает твои переживания. Он знает и видит твое сердце. Он видит твою боль. Он знает все это. Он сердце видит. Если человек упал или совратился, не возвращается ли он на дорогу? Он возвращается. Если он упал, он встает. Христос вставал. Он шел по этой узкой и извилистой улице. Шел до определенной цели на Голгофский крест, где его распинали за грехи не одного человека, а всего мира. И он дошел от начала и до конца. И искупление было на Голгофе. Аллилуйя! Слава Богу! И евангелист Матфей, он пишет о двух путях. И мы знаем о них. Откроем с вами седьмая глава Евангелия Матфея. Седьмая глава Евангелия Матфея. И с тринадцатого текста и ниже мы будем читать. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Вы представляете себе возлюбленные? В тринадцатом тексте написано пространен путь. И многие идут этим путем. На самом деле очень страшная картина, что люди выбирают пространный путь. Есть, наверное, где развернуться. Никто тебе не мешает, никто тебе слова не говорит. Да все, в общем-то, как будто бы и благополучно. Но только направление этой дороги и этого пути ведет в погибель вечную. Там нет Христа. И многие написано идут. Вы представляете, братья и сестры, какая перед нами стоит сегодня задача? Идите и научите все народы, скольких нам должно научить, чтобы люди в этом мире поставили свои ноги и начали смотреть в сторону Иисуса Христа и пошли истинным праведным путем. До работы неподчатый край. Да и сами мы за собой должны следить, чтобы ни в коем случае не совратиться с этого праведного пути. А на любое действие, как мы знаем, есть противодействие. И враг душ человеческих, он будет всячески подталкивать тебя, чтобы ты совратился с этого пути. у него отдыха, отпусков, выходных дней нету. Он будет бодрствовать и трезвиться над тем, чтобы твоя душа где-то открылась для него. И он смог цепи свои на тебя накинуть и подтянуть в нужное время. Да не будет такого никогда, потому что мы все преодолеваем силою возлюбившего нас. Аминь. Аминь. Мы все преодолеваем. И какой бы путь ни был, какая бы узкая дорога ни была, какие бы препятствия перед нами ни стояли, мы все преодолеваем, все. Но прежде нужно преодолеть вот здесь, внутри. И нас в легкой атлетике учили, знаете, хорошие воспоминания на самом деле. Тренера учили. Я уже, наверное, об этом говорил, но еще раз повторюсь, ничего страшного. тренера говорили, вот те, кто стоят на беговой дорожке, это не твои соперники на самом деле. Соперник для тебя, соперника два, это ты сам и время. Вот с чем тебе нужно соревноваться. Вот с этим и соревнуйся. И это, можно сказать, бесконечность. Вот так мы и трудились в спорте, вот так мы и тренировались. Пусть Господь благословит всех нас, чтобы мы шли по узкому, возможно, извилистому пути. А в современном переводе написано, в 14 текст он говорит, тесны врата и узок путь. Тяжелый путь, ведущий в жизнь. Тяжелый. Он тяжелый. Да, он будет тяжелый. И слава Богу, что он будет тяжелый. И слава Богу, что будут на нашем пути какие-то трудности. И не нужно здесь роптать возлюбленные. Это же на благо нам. Мы же становимся опытными. Мы же набираемся навыков. Мы же учимся чему-то. Впоследствии мы будем учить и других людей, если Господь позволит. Вот этот путь, по которому мы сегодня идем, узкий путь, мы сами его избрали. Аминь. И нам нужно дойти и нам нужно прилагать усердие и усилия и где-то разбираться с собственным я, потому что оно будет говорить подожди, нужно завтра. Когда придет завтра, что может быть послезавтра? И это тоже как своего рода бесконечность. Завтра, послезавтра, через неделю, через месяц ты как стоял на одном месте, так и стоишь. и ничего, и пустота. Нужно идти. Бог прошел за нас. И Бог ведет нас сегодня. Слава нашему Господу. Вот такие вот задачи стоят перед нами. И, разумеется, нам нужно идти. 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 Да, будет тяжело. Да, на узком пути встречаются какие-то люди, какие-то обстоятельства. На пространном ты, возможно, этого не увидишь, потому что широкий путь. Встречаются какие-то люди. И, возможно, эти люди будут не особо удобными тебе, скажем так. Но это ведь люди. Но ведь они не случайно появились в твоей судьбе. Вероятнее всего будут какие-то обстоятельства и обстановка. И она будет против тебя. И она будет заставлять тебя, чтобы ты остановился и не продолжал это шествие вперед. А может быть, где-то даже и повернулся назад. нет. Это тоже не случайно. Это тоже все для тебя, чтобы здесь внутри оттачивался у тебя характер. И он был похожим на характер нашего Господа и Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Господу. Пусть Бог нас благословит. Еще хотелось бы рассказать один случай. Конечно, все я буду подтверждать словами Священного Писания. И этот случай, он был в горах. Он был в горах. Это было мое первое восхождение. Нас было четыре человека. Из них был инструктор по альпинизму из города Новосибирск. И девять дней мы были в горах, да, и в Горном Алтае. И были какие-то тренировочные восхождения, мы отрабатывали какие-то моменты, которые могут случиться в горах. Ну, например, если ты начал соскальзывать со склона, что нужно делать там, или есть расщелины, ну, тоже, какие действия должны быть при этом у тебя, чтобы не появилось никакой паники, потому что паника на самом деле может убивать, и ты неадекватно будешь реагировать на ситуацию, и, ну, скажу прямо, горы могут не простить этого. И были некоторые тренировочные выходы, и значит, девятый день, наше последнее восхождение на самую там уже высокую вершину, и вот утро, настало утро, и мы, как обычно, позавтракали, попили чай, и инструктор говорит, Володя его звали, нужно собираться, нужно собираться все, и я обратил внимание, что мы собирались почему-то долго, и этому потом уже нашлось объяснение, и вот мы собираемся, все, одеваем экипировку, берем нужные моменты, которые, ну, пригодятся нам при восхождении, и когда мы вышли из альплагеря, все, мы пошли в горы, на эту последнюю вершину, да, и знаете, у меня внутри такое чувство, мне страшно, ну, мне страшно, и возле альплагеря, вернее, когда проходишь, там стоит такой столб, и на нем указатели, Омск, там, 4000 километров, ну, допустим, Москва, 4000 километров, это указатели направления, где, кто, откуда, и она вот так вот во всех указателях, и я когда увидел Омск, у меня здесь еще больше что-то страшно стало почему-то, я прошел, вот троих человек, подхожу к инструктору и говорю, Володь, знаешь что, мне что-то страшно сегодня, он говорит, ты успокойся, вот, ты успокойся, это хорошо, что страшно, было бы хуже, если бы не было страшно, ты так вроде, парень-то адекватный, я тебя посмотрел на все эти, на все это время, вот, и мне тоже нужно вернуться домой, и мне нужно детей воспитывать, так что пойдем спокойно, аккуратно, дойдем и вернемся, и вот на какое-то время, и вот так что, опять же, это,. Продолжение следует...